Вы слушаете Радио Спутник. Ветеран боевых действий, депутат городского округа Красногорск, организатор межрегионального турнира по единоборствам Героя Отечества. Илья Сергеевич, вас приветствую. Добрый день. Ну вот смотрите, мы конечно говорим о Дне Героев Отечества, хотя праздник этот еще плотно не вошел в наш такой народный календарь. 9 декабря он отмечается. Ну и связан он с тем, что в 1796 году императрица Екатерина II учредила орден святого Георгия. Ну вот тот самый, откуда Георгиевская ленточка. И мы даже сейчас чтим тех, кто в Первую мировую войну воевал и стал полным кавалером этого ордена. Тем более, что среди них были и простые солдаты, и для них это была высшая оценка их мужества. Ну вот в Советском Союзе упразднили, собственно, этот орден в 1992 году восстановили. Ну и сейчас мы празднуем не только это, но есть и орден славы, был вернее из 43-го года. Ну и, соответственно, вспоминаем мы примерно то же самое. Мне кажется, что есть некий отсыл, это и герой Советского Союза, и герой России. В общем, целая такая плеяда наград. Тем более, все это актуально именно сейчас, когда идет специальная военная операция. И вот, собственно, этому дню был посвящен межрегиональный турнир по единоборствам героя Отечества. Причем размах просто поражает. 15 городов, в том числе и... Ну и вплоть до 4 тысячи спортсменов, многотысячная аудитория, которая наблюдала за этим в сети интернет. Конечно, хотелось бы еще бы, чтобы телевидение принимало в этом деятельное участие. Ну, в общем, посмотрел я, конечно, не все, там 12, по-моему, часов или 11 с копейками эфира, но я просто был поражен. А потом я полез почитать, что это за клуб Ярополк. И понял, что это вот то самое, что мне хотелось бы видеть, да, как пример работы с детьми и молодежью. Потому что мы все спорим. Возрождать пионерскую организацию. Что-то делать вместо нее. А вот здесь это не только спортивная секция, а вот этот турнир, он проводился по 8 видам спорта. В основном разные вот единоборства, да, прежде всего. И, соответственно, это еще и образ жизни. Здесь и девчонки привлекаются, они чирлидингом, другими видами спорта занимаются. Здесь и военная составляющая. Тут сборка-разборка автоматов, начальная военная подготовка. Здесь и общий досуг, здесь и чаепитие, здесь и обливание водой. Здесь, в общем, люди проводят, дети, и не только дети, но и взрослые проводят практически все свое свободное время. И, кстати говоря, это не мешает учебе, потому что, как практически в советских спортивных секциях, сначала проверяют ведь. Как ты успеваешь, да? По программе клуба я скажу, что я три раза в год в конце каждого триместра все 250 детей проходят через мой кабинет. Мы проверяем дневники за двойки, за тройки наказания. И я никогда не иду против школы. То есть, если встает вопрос, выбирай спортивный результат или школа, из моих уст такие слова никогда не улетят. Для меня школа — это главное. Илья, вот скажите, пожалуйста, если позволите тогда, в принципе, как возникла эта идея? И наслаивалось ли на первоначальную идею какие-то другие новшества и так далее? Расскажите. Ну, если берем наше мероприятие, которое прошло неделю назад, вот в 15 городах, оно уже было в голове. Объясню почему. Потому что с 2022 года мы начали проводить мероприятие в формате телемоста. У нас самое первое мероприятие, которое мы провели, но мы его еще проводим в 2016 году, это массовое обливание холодной водой. Наша акция «Быть здоровым» — это модно. И мы ее с 2016 года проводили на территории Красногорска, и в 2022 году решили масштабировать. Взяли, в принципе, Ярополк уже был на том этапе в определенных регионах, так сказать, наверное, известный, так скажем. И за счет того, что есть какая-то узнаваемость в каком-то регионе, я выходил на представителей властей, и мы соорганизовали. В 2022 году мы провели в семи регионах одновременно. Потом я понял, что надо в любом случае это расширяться, потому что даже после вот этих 22-го года, где семь регионов облилось, начали еще звонить представители других регионов, чтобы присоединиться. После этого получилось так, что Министерство спорта Российской Федерации заметило нашу организацию, и вот с 22-го и в 2023 году мы получили грант. В 2022 году мы получили грант от Минспорта и решили провести в пяти регионах турниры по функциональному многоборию, или как сейчас модно называется слово «кроссфит», тоже в формате телемоста. То есть это, ну, я для наших слушателей говорю, что это на каждой площадке установлен экран, и неважно какая погода, неважно какие часовые пояса, все идет одновременно. Вот, получается, мы вот так провели. И в 20-м, вот в уходящем году мы провели уже, получается, массовое обливание в 20 регионах, то есть у нас облилось 3,5 тысячи человек одновременно в цветах триколора. Сейчас мы провели в 15 городах, затронули вот в общем, где-то я считал еще от 4200 до 4800 детей, юношей, и в некоторых регионах были взрослые, мы затронули нашим мероприятием этот возраст. И вот через два месяца, я уже думаю, где-то 30-35 регионов будут участвовать в нашем обливании. Ну, я несколько, так сказать, чуть-чуть назад хочу отмотать, потому что турнир очень масштабный, если кто интересуется, посмотрите, есть в Ютьюбе, прям сразу выпадает. И там очень много интересного, помимо непосредственно соревнований, вы очень грамотно поставили вставки о вашем клубе, о вашем движении. Более того, там в каждом городе, если об этом упомянуть, турнир посвящен герою специальной военной операции. Вот то, что важно, потому что у нас ведь как, билборды действительно в городе появляются, но ты читаешь эту фамилию, и как-то вот она проходит, я сам себя за это ругаю, и как-то вот уходит, да, а нужно, нужно, чтобы были вот эти герои. И вот в этом смысле, когда у вас там центральная площадка же в Люберцах была, да, во дворце «Спорт и триумф», и там прям портреты. Портреты ребят, значит, и написана, собственно, суть их подвига и так далее. Вот об этом еще расскажите немножко. Да, по задумке была ситуация не просто провести мероприятие, и чтобы было название в честь Дня Героев Отечества, или то есть военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, а побольше постараться раскрыть эту ситуацию. И не то, что раскрыть, самое главное, чтобы в молодом подрастающем поколении что-то отложилось. Поэтому в самый главный момент мы приняли решение, что в каждый регион представлять своего земляка, именно земляка, который именно, который действующий сейчас военнослужащий, или который героически погиб. Вот. Мы сразу приняли решение, чтобы не было во всех регионах память, то есть во всех погибших. Вот потому что есть где-то память, а есть где живые. И когда перед молодежью в телемосте выступает живой герой, для них это действительно показатель. Вот. Есть те регионы, которые, ну, соответственно, делали таким образом, чтобы именно поощрить память своего земляка. Это один из моментов. Потом мы проработали концепцию, дали это в регионы все. Я хотел сказать огромное спасибо всем федерациям, потому что все-таки удалось сплотить 8 региональных федераций. Это же разные федерации. Одно дело есть... Федерации по видам. По видам единоборств, да. То есть у нас было кёксинг, айкаратет, хэк ван дойта и ИТФ. Греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, кикбоксинг. Ну, рукопашный бой, который, в принципе, в нашем клубе Ярополк, он является основным видом спорта. И, ну, люди тоже все разные. Но удалось... Ну, там они очень быстро, кстати, хорошо отнеслись к этому. И не говоря про представителей администрации. Тоже очень сильно поддержали идею. И получилось, я считаю, что очень замечательно. Но еще один момент мы обсуждали, что на каждой площадке, помимо боев, должны быть какие-то зоны активности. Для того, чтобы разнообразить, ну, быть, наверное, спортсменом в течение дня. Я сам знаю, что такое соревнование. Я в прошлом жизнь выступал. В крайний раз в 2014 году закончил выступать. Я являюсь мастером спорта. Я знаю, что такое детей возить на соревнования. Как они, знаете, вот сидят полдня и ждут, когда же будет их бой. И спортсмен в этот момент горит. Чтобы он не горел, надо всегда отвлекаться. По себе я знаю. Я раньше книгу читал вообще. А сейчас мы разнообразили. То есть на главной площадке у нас была разборка, сборка автомата. Мы причем даже сделали такой конкурс, что лучший, кто быстрее всех разберется, соберет автомат, получает в конце 10 тысяч рублей. У нас были турники на брусьях, то есть отжимания от брусьев. Кто больше всех раз сделает, соответственно, тоже получит денежные, небольшое денежное вознаграждение. И забегая вперед, у нас выиграл как раз представитель, наш герой СВО. В Подмосковье было два героя СВО. Они действующие. Они после ранения. У Леонида, получается, у него двух ног нет. А у Глеба там все кости переломало, но он уходит. И вот именно он как раз выиграл. Он, по-моему, 48 раз сделал. Также у нас была небольшая зона армрестлинга, небольшие тоже призы. Была зона довоенной подготовки, так как при клубе существуют уроки бесплатные по довоенной подготовке. И они уже существуют больше года. У нас более 600 человек прошло. Более 50 уехало в зону СВО. И как раз мы обучали. Дети были вообще в восторге. Не говоря про то, что у нас вообще была разработана концепция открытки. И во многих регионах эта открытка распечатывалась, и дети писали письма. Когда вот сейчас будут все отправлять вот эти письма на фронт, люди будут видеть, чтобы понимать, что это действительно спортсмены вот этого турнира, который прошел. Ну, плюс у нас еще там просто при клубе есть женское движение «Верим в тебя, родной», которое объединяет 150 женщин там московского региона. Мы занимаемся гуманитарной миссией в зону СВО, но наш главный акцент – это мы плетем своими руками сети, делаем линдажные свечи. Как раз был мастер-класс по плетению сетей на этом мероприятии. И, в общем, за счет вот этой активности часть регионов действительно поддержала эту ситуацию. Допустим, в Керчи, в город-герой Керчь. Кстати, мы не просто так выбрали, у нас по большей части, если вы обратили внимание, День Героев Отечества все-таки, мы выбрали городов, Волгоград или Керчь. Город-герой у нас, Новороссийск, город-герой. Единственное, в Московской области у нас городов воинской славы нет. А, постойте, Волоколамск у нас. Нет, ну мы выбрали, там целая такая история была, она, в общем, простая, потому что приняли решение за два месяца, а бывает загруженность залов прямо на полгода идет вперед. Соответственно, обратились в правительство Московской области, министр спорта, решаемая благодарность, оперативно включился, нашли как раз Люберц. Вот. Но даже... Там отличный зал был. Они вообще даже не представляли, как это будет. Все привыкают, что это будет обычный турнир. А это оказалось необычным с точки зрения вот именно самого оформления. И у нас действительно в Люберцах была одна стена героев, которые погибли, а вторая стена героев, которые живые. То есть это обычные люди, обычные парни. То есть, по большей части, там у нас только один полковник, который герой России, остальные-то обычные. Люди пускай видят, что такие же обычные туда идут. Несмотря ни на что, они вот идут и защищают свою страну. Меня, кстати, поразило, что спортсменов среди них много, достаточно серьезного уровня. Все спортсмены. И поэтому я, когда обращался в телемосте вот как по разу к спортсменам 15 регионов, потому что я сам, ну, этот клип монтировал, мне регионы скидывали биографию. Я, кстати, вот я честно вам хочу сказать, я не говорил, что выбирайте спортсменов. Я говорю, выберите просто героя своего. И когда мне все это скидывают, там у кого-то маленькие биографии, у кого-то большие, естественно, пришлось скомпоновать, чтобы из этого сделать промо-ролик. У нас такой уж 15-минутный промо-ролик есть про них, который раскрывает и вообще их суть. И я был вообще приятно удивлен, что почти все занимались единоборством. Все. Абсолютно. Кто-то профессионально, кто-то непрофессионально. Но как ни крути, он... Они это делали. Поэтому это еще раз лишний раз подтверждает, что человек, который занимается единоборством, это сугубо индивидуальный вид спорта. Это не командный вид спорта. Это ты выходишь бороться со своей ленью. И это тебе помогает и формирует тебя как личность. Не важно, ты мужчина или женщина. А именно такие качества позволяют в нынешних реалиях людям быть сильнее. Как бы вы сами оценили итоги турнира? Каковы отклики? Что говорят в Минспорте? Не напрасно ли они деньги потратили? Нет. Там только положительные. Но, естественно, нам пришлось еще... Чтобы он прошел намного лучше. Нам пришлось подыскать. Огромное спасибо нашим друзьям, которые помогли, в том числе финансово. Откликнулись на эти вопросы. Понимаете, тут еще немаловажный момент. Представителям федерации и представителям администрации регионов. Они же тоже включались, потому что мероприятие было включено едино в календарный план. И когда, знаете, чиновник думает, что это для отметки, это одно. А тут все оперативно включились. И, естественно, региональные деньги были тоже потрачены на это мероприятие, помимо грамм. Потому что живое, понимаете? Оно было новое. И вот, знаете, заинтересованность была в том, что что-то это какое-то новое. И я прям благодарен Господу Богу, что так именно с точки зрения отношений людей это получилось. Ну вот вам, может быть, пишут, может быть, говорят, может быть, где-то читаете отклики, если суммировать. Нет, это есть. Я просто, если честно скажу, я три дня отходил. Потому что с утра до вечера у тебя разрывается телефон. Мы же все просыпаемся в последнюю неделю. Это как всегда. Да, то есть когда мы начали планировать за полтора месяца, чтобы там начинаешь давить, говорить, и у тебя в последнюю неделю звонки просто. А еще ведь есть работа клуба. Я же не могу клуб полностью закрыть, чтобы заниматься этим мероприятием. Благо, у меня есть хорошая команда моих волонтеров, людей, которые мне помогают. Какие-то моменты я на них разгрузил, но это все равно была очень большая эмоциональная нагрузка. Но мне это нравится. Не первый раз я провожу такие мероприятия. Три дня, я повторюсь, я просто приходил. Сейчас уже начинаю приходить с себя. И оклики в интернете, ну, это всегда согревает. Когда тебе просто говорят элементарное слово «спасибо». Ну, похвалите себя, я же к этому веду. Так это, ну, это дает силы на совершение чего-то большего и масштабного. А вот такой, может быть, каверзный вопрос. Есть клуб, который функционирует, есть вот такое масштабное мероприятие. Это мероприятие для клуба или клуб для мероприятия? Вот что для вас первично, что вторично? Или как это друг с другом взаимодействует? Это, во-первых, ну, для меня, наверное, как руководителя, но не то, что для меня, для нас. Все-таки Ярополк — это люди, в первую очередь. Это люди одержимые. И для нас это главный момент, что все-таки клуб в составе этого мероприятия. Но при этом, знаете, тоже есть какая-нибудь, какая-то гордость, что именно клуб придумал это мероприятие. А, кстати, клуб хорошо выступил? Ну, просто, вот, допустим... Или некорректно об этом говорить? Нет, почему? Я считаю, что неплохо, но просто получилось так, что в московском регионе рукопашному бою было дополнительно еще два мероприятия спортивных, и они пересекались. А я не мог это перенести. Потому что я искренне верю вообще, знаете, в энергетику и вот в какие-то даты. Вот если ты 9 декабря, ты, соответственно, проводишь это 9 декабря, а не 10 и не 8. Есть же мероприятия, которые проводятся не в день даты определенного праздника, а либо после, ну, как правило, до. Давай даже за несколько недель. Для меня было существенно, и моей командой важно, что мы проведем 9 декабря. Ну, получилось так, что в московском регионе проводился 1-й социально-федеральный округ, и в том числе проводился еще первенство Москвы. Но в Подмосковье было 250 участников, и, в принципе, я подразумевал, что больше не надо. Потому что у нас было 3 ковра, и мы решили всех детей, все финалы, сделать красочный выход, как на профессиональных боях, знаете, их сопровождает музыка. Да, у вас же аннаунс известный. Да, Александр Загорский, под его голос, вот это все. Это, вот это было... Поэтому я считаю, что количество народу, которое планировалось, оно добило своего результата, и Ярополк выступил, ну, нормально. Неплохо, я скажу так. Ну, вот теперь давайте все-таки отпотаем, мы попадем с самого начала. Вот когда вы это придумали, саму идею клуба, это была просто спортивная секция? Или изначально вы что-то такое, выходящее за рамки спорта, задумывали? Первоначально это все было в 2010 году, когда я еще был действующим потрудником одного спецподразделения. Если честно, сразу была идея просто сделать что-то, какую-то секцию, ну, не похожую на всех, скажем. И в процессе, когда я начал всем этим заниматься, начали рождаться какие-то идеи, там что-то еще, что-то еще, и в конце концов это переросло в движение. Самое главное, в конце концов, мне пришлось не дождаться полтора года до пенсии и уволиться, чтобы заниматься глобально всем этим. Ну, я, наверное, по-человечески как-то поступил. Можно было там полтора года посидеть на мешках, поиграть в десяточку, как это любят говорить, но я не стал это делать. Я понял, лучше все-таки придет человек на мое место, потому что у меня уже голова захватила, ну, и всем вот этим. Ну, это, в принципе, позволило мне сохранить хорошее отношение со всем моим руководством. Для меня, если честно, ну, какой-то авторитет, чтобы сохранить за собой, это тоже важно. Никак, знаете, уйти, чтобы про тебя потом говорили плохое. Вот это я себе никогда не позволял. Не, ну, вы благородно, получается, ушли. Да, и... Все-таки материально проиграли. Пенсия — это серьезное дело. Нет, вот сейчас на нас смотришь, ну, оглядываясь назад, знаете... Не помню, в каком возрасте я понял, что не надо ни о чем сражать. Вообще ни о чем сражать. И, в общем, потом все это начало развиваться с 15-м, и уже потом... Вот я вот сколько выступаю, я всегда говорю, каким бы клуб не был там навороченным, я извиняюсь за молодежный сленг, то есть большущий там спортзал с современными технологиями, и все вот в этом духе, если ты не будешь проводить мероприятия, как людей еще привлечь? Мы вообще первое мероприятие провели в 2012 году. Смысл только в том, что вообще всех этих мероприятий мы стараемся... Да, каждое мероприятие сделать с эффектом 25-го кадра, так скажем, да? Чтобы... Что вы имеете в виду? Ну, для чего это нужно? Чтобы молодежь заинтересовать. То есть вот... Одно дело, ты ставишь ковры, они просто проходят соревнования. Когда ты делаешь вот эти все разнообразные площадки, активности, люди-то видят, и они невольно начинают понимать и вообще даже в том числе заниматься хотя бы единоборством. Эффект 25-го кадра, самое главное, начни заниматься спортом еще больше. И, образно говоря, и начинай относиться там к истории своей страны, вообще к своей родине, ну, по-другому, если у тебя были какие-то взгляды другие. Нет, ну вот история-то откуда взялась? Ну, вот смотрите, вы занимаетесь спортом прекрасно, да? Дети не по подъездам, а в клубе. А откуда история взялась? Как она тут присоединилась-то к этому всему? И вообще, как вы ее изучаете, вы говорите о ней? Нет, смотрите, я стараюсь вообще изучить историю только 20-го века, и мы разрабатываем... Ну, неважно. У нас даже вот пока по концепции именно воспитания, я повторюсь, есть проверка школьников, а также сдача устного материала по истории. Но мы берем 20-й век. И там такие вопросы. Самые лучшие ученые, кто что-то изобрел? И, как правило, как показывает практика, когда они это изучают и смотрят, они понимают, что многие вещи, которые сейчас в обычной жизнедеятельности происходят, пускай это вроде как из Запада идет, но люди-то все-таки это российские, в том числе и начиная с царской России, которые... Это, в принципе, все российские советские ученые, которые это делают. Я историю исключительно даю только вот в этом формате, 20-й век. Мы прервемся на новости, но хочу все-таки сказать, что назвали-то, видимо, в честь... Ярополк, еще раз хочу так быстро сказать. Святославича, да. Не, ну... Нет, стоп, это потом. Потому что сейчас новости, да. Илья Шадриков, директор спортивно-патриотического клуба Ярополк, ветеран боевых действий, депутат городского округа Красногорск, организатор межрегионального турнира по единоборствам Героя Отечества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Диалоги помогают глубже понять сложные вопросы. Мировая политика и управление. Культура и религия. Посредством диалога человек преодолевает атомизацию и отчуждение. В передаче «Диалоги» с Генри Сардаряном на радио «Спутник» мы обсуждаем самое актуальное и вечное. То, что беспокоит нас сегодня и заботит умы человечества тысячелетиями. Истина одна. Главный мессенджер сегодня – Телеграм. Наш канал в Телеграме. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не знать, кто такой Андрей Клишас, можно, если только не слушать новости, не смотреть телевизор и не заходить в интернет. Заголовки об инициативах сенатора Клишаса вы слышите каждую неделю. Узнать, кто такой Андрей Клишас на самом деле, можно из программы на радио «Спутник». Каждую пятницу в пять вечера. Сенатор Клишас. Да, тот самый. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс семь, четыре девять пять, девятьсот пятьдесят, шесть ноль шесть пять. Радио «Спутник». Новости. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Мирные переговоры с Украиной. Если нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации. Об этом заявил в интервьюре о новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. На прошлой неделе первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Штаты хотят вывести Россию на переговоры на выгодных для Киева условиях в конце следующего года. Программа «Дальневосточная ипотека» стала эффективной мерой обеспечения притока населения на Дальний Восток. Другой такой пока нет. Об этом сообщил РИА Новости зампредправительства России полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, сегодня более половины ипотечных кредитов берется в рамках этого механизма. Темпы роста строительства приблизительно на 40% превышают среднероссийский уровень. Ранее президент России Владимир Путин согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн. рублей в регионах. По его словам, это надо обсудить. При этом в конце ноября правительство России распространило действия программы «Дальневосточная ипотека» на арктическую зону страны. Поддержка властями Сербии санкций Запада против России означало бы потерю всего в обмен на ничто. Об этом заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании «Зрбия ГАЗ» и зампредседателя Сербской социалистической партии Душан Баятович. По его словам, Запад уже обманул страну с соблюдением резолюции 1244 Совбез ООН по регулированию в непризнанном Косово, Мирного Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине. Также обманули Россию с Минскими соглашениями и поступили так с Ливией, Ираком, многими другими странами. Поэтому мы не можем им верить, а Россию можем, подчеркнул Баятович. США отчитали Израиль за то, что он 7 октября совершил более 30 атак на ливанскую армию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По словам американского чиновника, вооруженные силы Ливана популярны среди ливанцев, и Вашингтон полагает, что военные страны будут важными игроками в любом будущем мирном урегулировании между Тель-Авивом и Берутом. Представитель израильской армии, в свою очередь, заявил телеканалу, что любой урон, причиненный другим войскам, является непреднамеренным. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне в результате взрывов поврежденный инфраструктурный объект. Об этом он написал в своем телеграм-канале. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса. Радио «Спутник». Разберемся. Москва. 91,2 FM. Продолжаем разговор. Илья Шадриков, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», ветеран боевых действий, депутат городского округа «Красногорск», организатор межрегионального турнира по единоборствам «Герои Отечества». Я Алексей Осин. Илья, ну мы остановились на названии клуба. Причем, ну разумеется, первая линейная связь, которая приходит в голову, это, конечно, связь с древними славянами, с киевскими князьями и так далее. Вы хотели рассказать, почему вы назвали так свой клуб? Действительно, я всегда, когда столкнулся с этим вопросом, как назвать первое, что вспоминается, как корабль назовешь, так он и поплывет. Яхта беда тогда была, да? По его отвалились, вместо победы стала беда. И, в общем, начал мониторить интернет. Действительно, я хотел выбрать там, ну, ни «Титан», ни там... Слово «Патриот», оно уже так... Ну, оно были эти клубы, то есть... Вот сначала почему-то я начал водить «Святополк», «Святополк». Вот как-то у меня в голове вот этот «бам». Я, по-моему, пару клубов нашел, а потом ввел слово «Ярополк». Вот. Его нигде не было. Потом начал все-таки помониторить, что такое «Ярополк». Значит, то, что знаю я. Значит, «Ярополка» в истории, которых знаю я, было два человека. Один этот, который брат Владимира Красное Солнышко, который крестил Русь. И, соответственно, и «Святополк». Вот «Ярополк», «Святополк» и Владимир, это было три одинаковых... Ой, три брата. Между усобицей «Ярополк» случайно убил «Святополка». А второй «Ярополк» был чуть позже, по-моему, лет через 150, после крещения Руси. Он вообще был предателем и сбежал у нас княжной. Но потом дальше, углубляясь, все-таки яро со старославянского расшифровывается как «Свет», «Полк», «Народ». И название нашего движения уже, ну, как бы я уже называю движение, не «Клуб» просто. П учетом всех наших, наверное, таких масштабных мероприятий, да и вообще, в принципе, программы, мы называем «Светлый народ». Вот, а аббревиатура, то, что у нас нарисован воин сбоку, это все-таки клуб-то бойцовский. Мы же не художественной гимнастикой занимаемся, поэтому вот так. А в последнее время, если честно, знаете, вообще очень много любят писать, особенно Украины. «Ярополк» — это киевский князь. Вот, я им начинаю немножечко отвечать, но вот и не люблю, вот, если честно, глобально. У меня есть там пару человек, которые в моей команде ответственны. Они вот культурно, вежливо отвечают с точки зрения истории. Но если на той стороне человек, который историю не знает, там бесполезно что-то говорить. Ну, Владимир Владимирович же сказал, что мы один народ, один корень, стал быть, киевские князья. Ну, если уж на то пошло, они вообще были норманами, варягами, так сказать, пришли из даже другой страны. Никого это, в общем, не смущает. Хотя разные тоже теории есть, не будем в них углубляться. Мне важно, знаете что? Я вот чему удивился, что вы это слово обронили, что это не просто клуб, да, это даже мелковато для того, что вы придумали, а это движение. Ну, мы спозиционируем себя последние года вот именно таким образом, потому что начнем от программы, которая задействована, так скажем, на полное время провождения даже детей и взрослых. И мы создаем все условия, чтобы это было интересно и детям, и взрослым. Вот. И заканчиваю тем, что хотим, есть желание, я так хочу сказать, с этой программы открыться в других регионах. Я не скрою. Я... Ну, это не франшиза. Франшиза под собой подразумевает под собой бизнес. Это не бизнес. Это, понимаете, это что-то социальное. Я сам принял такое решение, что, ну, это, наверное, ну, как говорится, моя жизнь, естественно. Я себя вижу в этом, мне нравится творить, что-то создавать, это делать. И не просто так мы начали проводить мероприятия в регионах. То есть я искренне верю, что когда-нибудь все-таки именно наш клуб появится в других регионах. Но вот мне все говорят, почему ты в Красногорске? В Красногорске уже у нас где-то там больше полумиллиона. У нас есть несколько таких серьезных крупных кварталов. Мне говорят, откройся там. Я говорю, я не хочу. Потому что все-таки в каждом регионе должен быть один. Не в регионе, а именно в городе. Есть также идея у меня по Подмосковью это все сделать. Вот. А именно если брать город, то почему нет? Зачем несколько их нужно? Один зал есть, туда все приходят. Это центр, где собираются все. А чем больше людей приходят, и мы стараемся из них сделать, ну, как говорится, с нормальными устоями, с нормальными ценностями. Чем больше людей приходят в помещение, стены клуба пропитываются определенной хорошей энергетикой. Человек, знаете, попадая в них, сколько я вот наблюдал за всем этим, люди очень меняются, особенно дети. Но тяжело на самом деле, если взять воспитание, я тоже говорю, что дети в клубе одни, дома вторые, на улице третьей, школе четвертой. И вопрос только в том, какая энергия возобладает. Да, из этих четырех пунктов возобладает с ним. Если дома, ну уж не обессудьте, бардак, то мы не очень проблематично. Для меня главная ситуация все от семьи идет. Если отец хочет, чтобы ребенок, мама, мама хочет, чтобы ребенок был нормальным. Я знаю определенных родителей, которые курят, но никогда ребенок их не видит, что он курит. Никогда. Он курит, он выпивает. Но ребенок его никогда не увидит. Вот с этого надо начать. А если ребенок это будет все видеть, так у него это тоже будет откладываться. Вот. Так вот, поэтому мы сейчас подразумеваем это движение. У нас даже, кстати, сейчас регистрируется всероссийское движение. Быть здоровым это модно, потому что именно в рамках этого движения... Через обливание ваше, да? Да, да, да. Но это родоначальник, так скажем, обливания, родоначальник наших мероприятий. На данный момент у нас есть три таких мероприятия, которые проводятся, в принципе, для... Не то, что определенного слоя населения, а в принципе для всех. Это обливание. И, кстати, замечу, что это не все моржи. Там 35 человек, максимум 30-35 процентов, которые постоянно этим делают. 60-70 процентов это дети и взрослые, которые, выражившись в молодежном сленгах, хотят испытать хайп. Ну, причем хороший, нормальный, позитивный. И, как показывает практика, очень мало кто заболевал. Потому что... Ну, мы правильно, наверное, подходим к этому вопросу. Тоже ведь надо уметь закаливаться. Второй момент этого функционального многообория на день физкультурника. И третий. Вот сейчас это был пилотный проект, межрегиональный турнир. Я хочу, чтобы он был ежегодным. Но тут самая главная поддержка все-таки государству. Потому что, чтобы хоть какой-то бюджет на это был, а все остальное мы уже, как говорится, будем доискивать, чтобы это сделать внутри. Может быть, что-то еще придумаем. У меня тоже в голове есть определенные такие мероприятия. И определенные... Да, с определенной направленностью. Это будет, наверное, еще будет... Тоже какое-то из направлений. Но это все будет происходить в рамках нашего движения «Быть здоровым. Это модно». Ну, вот смотрите. Получается так, что объединяет вас не чисто спорт, хотя он важную роль играет. Там тем более, что у вас и черлидинг есть для девочек некоторые виды, да. Вас объединяет еще и общее дело, когда вы занимаетесь плетением сетей, изготовлением свечей. Иными словами, что спорт — это часть. А объединяет вас некая все-таки идеология, да ведь? Вот если о ней попытаться говорить, то что бы вы сказали? В том числе через спорт. Интересы, да. Через спорт. Через спорт — это, знаете, наверное, начальный момент. Потому что он в тебе воспитывает, я до этого и говорил, силу воли, определенные черты характера. Люди вообще меняются. У меня даже люди в 50 лет приходят, они влюбляются во все вот это, то, что происходит. Еще раз, тут такие мелкие азы, чтобы человеку все это понравилось, когда он пришел к нам в клуб. В первую очередь он обращает внимание, что дети в клуб поступают, до 16 лет, даже взрослые, обращают на это внимание. Дети это не очень любят, но потом это понимают. Они сдают Гинн России, Гинн Ярополка, хронологическую таблицу истории современной России. В конце каждой четверти у них проверка школьников, сдача устного материала по истории. Сдали, до тренировки не допускаются. Круглый год, каждый выходной мы выезжаем в купель. Мы закаливаемся. У нас есть своя музыкальная группа. Мы в стиле хип-хоп поем про спорт, патриотизм и здоровый образ жизни. Мы делаем очень много массовых мероприятий, начиная как от внутренних, чтобы люди между собой больше общались. Потому что у нас есть групповые программы, девчонки, бойцовские программы, тренажерный зал. Много что, довоенная подготовка. Наше волонтерское движение «Верим в тебя, родной». У нас, в принципе, на данный момент сейчас где-то активных там тысяча, тысяча сто человек, которые постоянно приходят, и я с ними работаю. И чтобы они между собой больше общались, мы делаем внутренние мероприятия. Это внутренние трениры клуба по мини-футболу, по большому футболу, по рэкболу, по боулингу, по кроссу, по шахматам, по плаванию, по настольному теннису. То есть это все вот в таком движи, так скажем. Там тренировки происходят вообще от пяти до семи раз в неделю, чтобы они больше появлялись здесь. Сейчас, дай бог, одно помещение, которое находится в клубе, там вообще мы откроем класс, чтобы дети приходили, либо до тренировки делали домашнее задание, либо после. Вот, чтобы они постоянно были. Мы создаем все эти условия, не говоря про волонтерские тематики, то есть забота о малообеспеченных семьях. Но у нас как раз сейчас занимается, в принципе, всем этим женское движение. То есть все вот эти аспекты созданы, и человек, находясь в этом, когда он приходит, он думает, что это обычная секция, он понимает, что это необычная секция, он в это влюбляется. Самый главный момент, что у нас цены-то вообще копеечные. У меня очень много детей занимаются бесплатно. У меня максимальная цена по детям 4 тысячи рублей в месяц за семь раз в неделю. От пяти до семи раз в неделю. Соотношение подхода, тренера все достаточно профессиональные. И мы, я всегда всем говорю, для меня главное, чтобы вы выросли нормальными людьми. Чемпионские пояса, медали, это тоже круто, но это занимает чуть-чуть другое место. На данном этапе мы даже все равно создаем условия для профессиональных там наших бойцов, так скажем. Какие-то, ну, зарплатные проекты, поощрения денежные, оплачивания. Но при этом это идет в совокупности со всей нашей моральной программой, которая... Ну, про финансовую основу я хотел спросить, помимо взносов, раз уж вы сами заговорили, помимо взносов тех, кто занимается, кто-нибудь еще, ну, может быть, я не знаю, местные власти, тем более вы сам депутат. Нет, ну, нет. У нас есть субсидии городского округа. Но это важно, почему нет? Надо же упомянуть. Но все равно, знаете, как говорится, кто бы ни помогал, все равно ты считаешь, что это... Ну, это действительно не хватает, но мы тоже не наглеем. Есть определенные меценаты, которые периодически помогают. Есть те моменты даже по определенным знакомствам, которые за это денег не берут, а что-то происходит. В любом случае, деньги — это способ достижения всех наших целей, так скажем. Вот. И... Это не цель, это средство, да? Вот так вот, можно сказать. Ну, да. Да, да. Вот я, кстати, именно дальнейший мой вопрос на эту тему. То есть вы пытаетесь воспитать здорового, патриотичного, правильного человека, а в это включается и то, что для него деньги не определяющая величина. Для него важно нечто важнее, что-то другое. Дружба, коллектив, я не знаю, там, семья и так далее. Я правильно вас понял или нет? Или вы об этом не думаете? Нет, смотрите, в любом случае взнос, он какой-то есть, но в моем понимании, повторюсь, он минимальный. И это просто какая-то ответственность у ребенка, что родитель... Я не совсем об этом. Я говорю о том, каким вы хотите увидеть человека, который выходит из клуба и идет в дальнейшую жизнь. Ну, как я всем говорю, как такового выпуска из клуба его не происходит. То есть если ты приходишь, ты занимаешься всю жизнь. Поймал себя за язык. Вот, этого нет, потому что у меня все равно, там, тысяча детей за это время прошло. Кто-то уходит на несколько лет, потом обратно приходит уже взрослым человеком. То есть ему хочется быть частью чего-то, понимаете? На Советском Союзе был очень сильно развит социум, очень сильно. Пионеры лагеря, отряды, вот это вот. После... В современной России акцент идет, в моем понимании, на индивидуальность. Но в последнее время все равно... Был, был, был. В 90-е годы точно, да. А сейчас вот этот социум, он возрождается. Я поэтому тоже говорю, что у нас современцы... Как бы, знаете, наверное, постсоветский Союз, но в современном формате. То есть человеку, в моем понимании, если он... Ему надо быть предрасположенным, быть частью чего-то. И когда он приходит, он понимает, что он часть вот этого движения. У него внутренний какой-то вот это согревающееся. Но у нас, еще раз, кто бы там что ни думал, вот как я говорю, так оно и есть. Потому что, может быть, сейчас там некоторые диванные аналитики начнут, а это сделано для виду, потому что об истинных целях он не будет рассказывать. Я знал несколько секций, которые также вот этим всем занимают. Не так, конечно, но уж такие вот правильные ценности пропагандировали, а в Тихомолку решали свои задачи. Не очень, не очень хорошие. Нет, это то, что связано было... Против закона. Ну, это не в нашем регионе. Я об этом же подумал. Да, да, да. Вот такого нет. Я... Имеет место быть, что все равно некоторые дети о нас тоже, бывает, ошибаются. Ну, кто-то, кого-то, что-то особенно сейчас там посмотрит. Сериальчики. Понятные. Да, все понятно, да, о чем вы говорите. Да, и... Но мы все ошибаемся, вопрос только в том, как ты ошибся. Мы все люди, мы свойственно ошибаться и сделать работу над ошибками. Поэтому еще раз повторюсь, это наше движение, которое мы стараемся развить с правильными ценностями. Вот вы знаете, только что мысль пришла в голову. Мы все тут бьемся в стену лбом, пытаемся понять, какая же у нас национальная идея, да? А вот на примере вашего движения, даже не буду говорить клуба движения, вот она, как один из вариантов, вырисовывается. То есть вот есть люди, которые, если о чем-то, кому-то о себе говорят, то они говорят, я здоровый человек, я занимаюсь спортом, обливаюсь водой, хожу в баню. Это ведь у вас тоже есть. Значит, мы вместе все, у нас каждый равен другому. Никто не возвышается ни над кем. Да, мы все, все проблемы решаем вместе. Мы знаем историю своей страны. Мы поддерживаем нашу армию, поддерживаем тех, кто, значит, сейчас защищает интересы Родины в зоне специальной военной операции. А есть, например, ну вот, другие мальчишки, девчонки, там, красиво одеться, пойти поплясать, потанцевать. А идеал какой? Получать большую зарплату, купить красивую машину, построить там дом или там купить квартиру, значит, куда-то поехать и отдыхать. То есть, смотрите, ну, вектор-то другой. Это сознательно или нет? Я причем не говорю, что второе это прям отвратительно или плохо. Мне просто ближе первое. Мне ближе то, как вы делаете. А вы как считаете? Я согласен, то же самое, что с первым. Самое главное, знаете, что не было. Моя хата с караев, ничего не знаю. В нашем клубе такого вообще нет. И еще раз повторюсь, я им сколько раз, я тоже говорю, что деньги, это не самое главное в жизни. Поэтому у меня тоже лозунг такой есть по жизни. Жизнь измеряется не прошлыми годами, а сделанными деяниями. И любая ситуация, она делает эмоции. Чем больше положительных эмоций, больше человек живет, мне так кажется. Еще один очень важный момент. Вот то, что я вижу, у вас постоянно присутствуют в качестве дополнительных вещей. Во-первых, искусство. Вы этому направлению тоже, как вы же сами сказали, уделяете внимание. Плюс, например, все время выскакивают шахматы, например. То турниры, то площадки, где можно поиграть. То есть, сейчас секунду-то говорю. Иными словами, получается, что вы, может быть, неосознанно, а, может быть, и специально сейчас скажете, вы возродили идеи Пьера де Кубертена. Потому что то, во что сейчас выродилось олимпийское движение, это просто, ну, я не знаю, коммерческий спорт на политической основе. А у вас нет. У вас получается гармония физическая и гармония духовная. Это намеренно или это так случайно совпало? Нет, это, наверное, намеренно. Я объясню. Наверное, так скажем, в клубе происходит все то, что я люблю. И любил в детстве. В свое время там мама меня отдавала во все, что только можно, чтобы я не был в уличной компании. У меня была музыкальная школа, шахматы, спорт, карате, пам-пам-пам. Потом я поступил в Суворовское. После восьмого класса. Но на протяжении наших занятий я все равно некоторые вещи сам начинаю любить и стараюсь это преподавать. Шахматы я люблю. Шахматы это, в первую очередь, стратегия. Даже в спорте наших, в единоборствах нужна стратегия. Везде нужна стратегия даже по жизни. Сколько шагов вперед ты сделаешь, будет там тебе мат, шах или что-то еще. Поэтому вот я сразу... У нас телефоны в клубе, если я увижу, что ребенок играет в телефон, он стоит у меня на кулаках, у меня есть шахматы. Дети приходят до тренировки, играют в шахматы или шашки. А при этом я потом ввел еще такое, вы знаете, два раза в год мы делаем турнир по шахматам. При этом я даже с 12 лет делаю за первые места денежные призы. Чтобы так смотивировать еще. Ну и нормально, почему нет? Да, это классно. При этом, знаете, сделал пробный проект, есть такой хороший вид спорта, по-моему, не знаю, официально он или нет, шахбокс называется. Это раунд шахмат, раунд бокса. Да, мы это сделали, это зрелище, но это тоже действительно прикольно. Поэтому, вы знаете, вот даже все вот эти мероприятия, все турниры, сейчас я полюбил там сноуборд и хоккей, с учетом того, что у меня заменен тазобедренный сустав из-за моей прошлой спортивной жизни, ну и военной, так скажем, да. Все равно, я думаю, что-то еще я полюблю, я стараюсь это детям преподать и научить. Плохое ни в коем случае нет. И, в общем, приходите в клуб Ярополка, сами узнаете. Потрясающе. Кстати говоря, вот я тоже поразился, говорил перед эфиром Илье, что одна из моих любимых книг, это книжка Владислава Крапивина «Мальчик со шпагой». И там как раз тоже есть такой клуб, основанный на фехтовании, но при этом в пределах этого клуба есть некие вот тоже строгая такая кристаллическая решетка правильного поведения людей. Может быть, даже там это гипертрофировано немножко, но тем не менее борьба за справедливость, правильное отношение к жизни, доброта, помощь. Слава, кстати, этим тоже занимается ветераном, уже помогаете, мы про это не успели еще сказать. То есть вот это все-все важно. И таким образом вот этот вполне, так сказать, советский проект, ну не проект, вернее, такая идея, высказанная писателем, она возродилась совершенно неожиданно, причем, насколько я понял, вы так фрагментарно очень помните о том, что есть такая книга, вроде читали. Я помню, я помню, я много читал, я даже, если честно, скажу, я стараюсь сейчас читать, но читать вслух, потому что когда ты читаешь вслух, те слова, они по большей части у тебя, ну, глубже откладываются, даже ли ты читаешь про себя. Книга, это нужно, я их тоже говорю, у меня тоже есть идея в клубе сделать такой литературный кружок, но я сейчас это сделаю, я объясню, почему. То есть даешь там юношам и детям, 12 лет и старшее задание, допустим, мастера Маргариты, читаем вот на все про всего месяц, потом приглашаю специалиста по этому произведению, начинаем разбирать. Диалог, диалог уже не о том, где ты там побывал, сколько баллов заработал, кого ты там выиграл, не выиграл на соревнованиях, а уже вот такая. И забыкая вперед, я как раз вам недавно говорил, что у нас есть в голове какие-то проекты, я вот тоже хочу сделать что-то спортивное, связанное, вы извините, связанное с таким, знаете, чуть-чуть приболел. То есть смысл в том, скажу так, когда встречается айтишник и единоборец, один про другого считает, что он ботан, а другой про другого считает, что он отбитый. Да, есть такое. Ну, есть такое, да? И моя задача, моей команды, слово отбитый вообще убрать. Развейте этот миф. Ой. Бывает ничего. А слово ботан вы не собираетесь убирать? А, нет, почему ботан? Нет, я к этому очень нормально отношусь. Сам таким был. Даже так? Да, я помню, я закончил Суаровское с отличием, мне все давалось зазубриванию. Есть же люди, которые просто прочитают, им все это дано. Я не понимаю сходу слова. Я всегда зубрил. Всегда. Мне вот это давалось очень тяжело. И сейчас человек учится вообще всю, в принципе, всю жизнь. Я сейчас вот тоже второе. Ну, в магистратуре учусь. Правда, академический отпуск один взял. Вот сейчас опять буду возобновлять все эти зачеты. И какое образование хотите получить? Ну, у меня государство муниципальное управление, я в Аранхиксе. Вот. Поэтому, поэтому, наверное, подытожив немножечко наш я хочу сказать, занимайтесь спортом, потому что за счет выхода пота с этим потом выходит вся отрицательная энергия. За счет закаливания, почему мы закаливаемся, то это тоже снимает все отрицательное. И это главный момент на то, чтобы вы творили что-то лучшее. И могли сделать свой вектор в правильном направлении. Все убирает все лишнее, и только остается чистая энергия, которой можно воспользоваться. Ну, в общем, если человек занимается полезным и правильным делом, и не тратит время на досужие какие-то занятия, тем более отрицательные, то основа получается правильная. Хорошо, что к этому подверстывается патриотизм, и все это в такие вот замечательные идеи выливается. Еще раз вам спасибо не только за беседу. Я, кстати, редко говорю, а за то, что вы делаете. Я действительно просто был поражен, когда начал готовиться. У меня сначала одна идея была, а потом полностью она перевернулась. Тоже такое редко бывает. Илья Шандриков, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк», ветеран боевых действий, депутат городского украинства. Круглок Красногорск. Организатор межрегионального турнира по единоборствам «Герои Отечества», о котором мы, собственно, и говорили, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. За всем мы с вами прощаемся. Через пару минут новости.